Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» и я, ее ведущая, Кристина Бочкарева. Сегодня у нас в гостях автор проекта «Яш-поэт» Алевтина Белоглазова. Здравствуйте, Алевтина! Здравствуйте! Расскажите, как и когда родилась идея проекта? Насколько я знаю, этот проект организован изначально был на грантовые средства. Изначально проект был организован даже не на грантовые, а на собственные средства. В 2019 году идея родилась в 2018 году, когда пришла мысль у меня и у моей подруги, что немножко проседает качество поэзии. Не в упрек поэтам, просто кто-то подает свои классные произведения недостаточно, чтобы зацепить слушателя. Кто-то не знает, как грамотно написать. Кто-то боится позиционировать себя как творец и показывать свои произведения. И родилась мысль сделать такой неформально образовательный проект, чтобы ребята бесплатно получали какие-то инструменты для развития своего творчества и себя как творцов. Проект проходит уже не в первый раз. Как сильно изменилась его аудитория с момента самой первой творческой лаборатории? Стало ли больше участников? Участников стало больше. Больше стало слышно об этом проекте в принципе. То есть изначально там было пять человек. И эти пять человек по вечерам приходили в точку кипения к спикерам, которые им рассказывали что-то интересное по креативному мышлению, по творческому мышлению, по актерке, по ораторскому искусству. Потом их стало чуть больше. Десять. Сейчас на момент регистрации их тридцать восемь. Соответственно, они все тридцать восемь не ходят. Они ходят порционно по десять-пятнадцать человек. Кому какой блок интереснее. На каких площадках проходят мероприятия? В этом году я выбрала площадку на территории медицинского университета. У них открылся каворкинг-центр. И на базе каворкинг-центра как раз проводятся все мероприятия. Кто они участники проекта? Это абсолютно разношерстная аудитория. Начиная от школьников 16 лет, заканчивая 35-летними сотрудниками вузов, сотрудники каких-то предприятий. То есть у меня действительно ходят ребята, которые работают на предприятии. И по выходным они приходят ко мне. Проект идейный, не коммерческий? Нет, абсолютно не коммерческий. То есть ребята ни за что не платят. Более того, ребята получают классный мерч еще на выходе. А что есть кроме так называемых творческих лабораторий, где можно свои навыки в поэзии прокачать? Рестораны, кафе, кофейни иногда проводят у себя творческие вечера раз в месяц. Кто-то раз в полгода, кто-то раз в месяц. Просто появляется инициативный человек, договаривается с кофейней условной. И в какой-то из вечеров проводится творческий вечер в квартирне, где ребята могут почитать свои стихи. Наверняка у проекта есть целая команда. Кто помогает вам в организации? Расскажите немного о каждом. Конечно, как и у каждого проекта есть команда. Она состоит из четырех человек. Соответственно, я руководитель проекта. Есть поэтесса Маша Тухватулина. Она сейчас проживает в Москве, но она рязанский поэт. Она удаленно ведет группу проекта по возможности. Есть мой сотрудник, который тоже помогает мне вести проект, вести медийную составляющую, делать фотографии. Есть фотограф Екатерина Шишкова. Все профессиональные фотки именно на фотоаппарат – это ее рук тела. Есть Женя Миронова. Она в прошлом поэтесса. Сейчас она этим не занимается, но мы с ней тоже начинали. Она начинала как участник в этом проекте и потом присоединилась к команде. И есть девушка Лидия Фетченко. Она художник, прозаик. И она тоже в команде. Она занимается коммуникацией с участниками. О себе пару слов. Чем вообще занимаетесь в обычной жизни? В обычной жизни я сотрудник Патриот-центра Рязанской области. Начальник отдела развития детского движения и молодежных проектов. И на базе данного как раз отдела находится молодежный проектный офис «Прямо», где мы занимаемся популяризацией и развитием социального проектирования. То есть проект – это чуть-чуть часть моей работы. Расскажите, а сами вы с стихами как-то связаны, кроме как вот в проекте «Я ж поэт»? Да, я пишу стихи со школы. Начинала писать в стол, в тетрадочку. В 2015 году вышла первый раз на сцену читать стихи. Создала группу. И по 2020 год часто выступала на квартирниках, участвовала в конкурсах, печаталась. В общем, старалась развивать себя как именно поэт. Насколько я понимаю, проект, он не привязан к какому-то сезону. И в те годы, когда он проходил, он проходил в разное время. Да, он начинался по осени. Всегда, ну, начало учебного года. Проходил месяц. И можно уже подтягивать, соответственно, аудиторию. В этом году решила его привязать к весне, потому что День поэзии решила вот такую красивую подводочку сделать. Можете рассказать о мероприятиях этого года? Какие мероприятия прошли в рамках творческой лаборатории? В этом году уже прошли все неформально образовательные блоки. Остался ключевой момент. 6 апреля всех приглашаю в фотодом на квартирник отчетный, где участники проекта выступят со своими произведениями, используя соответственные инструменты, которые они получили в течение трех недель. Прошел блок «Теория поэзии», где выступила Ольга Маслова как раз спикером. Она рассказала ребятам про, так скажем, картероп поэта XX-XXI века. Разобрала с ними их произведения. Был блок по ораторскому искусству, где актриса театра «Переход» Александра Журавлёва провела для них практику по сценической речи. Прошел мастер-класс такой большой четырехчасовой по актерскому мастерству. Спикер Мария Рахманина провела им четырехчасовой мастер-класс, где они научились чувствовать себя в моменте чтения стихов. Это если прям очень кратко. Про продвижение себя как Творца выступила Анна Герасимова. Она рассказала им, как вести соцсети, как выйти с чистого листа, когда кажется, что писать не о чем. И прошел блок по творческому мышлению, где арт-терапевт рассказала про то, как работает творческое мышление, как запустить работу правополушария, и как работать со внутренним критиком, чтобы стихи все-таки выходили в свет, а не оставались где-то в телефоне, в заметках. И самое ключевое – прошла встреча с поэтом из Москвы, с кандидатом в филологических наук, которая рассказала ребятам про то, что такое поэзия вообще, какие размеры бывают, поделилась нелепыми ошибками как поэтов XX века, так и поэтов современности. Может быть, расскажете из образовательного блога несколько лайфхаков, которые могут пригодиться нашей творческой аудитории? Могу рассказать про один лайфхак, как раз про позиционирование себя как творца. Для того, чтобы вести социальную сеть, нужно определить свою целевую аудиторию. И самый такой душный, но при этом важный инструмент – это именно расписать целевую аудиторию, начиная с имени, условно, Вася, ему, условно, 23 года, он, условно, там, учится в радиоинституте, у него такое-то окружение, такое-то хобби, и чем он интересуется. И таким образом мы понимаем, какая целевая аудитория за нами наблюдает, для кого мы создаем свои произведения, для кого мы ведем свой творческий блог. Как приходит идея каждого из блоков, каждой из лекций? Участники сами предлагают какие-то идеи, и вы потом уже командой обрабатываете их и реализуете? Ну, изначально было, что мы сами придумали программу, мы посмотрели, у кого что проседает, и решили сделать из этого образовалку, грубо говоря. И потом уже участники сами подходили в 2019-2020 году и говорили, а вот классно было бы добавить вот такой блок, а классно было бы добавить вот такой мастер-класс. И мы уже собирали обратную связь, и на основе обратной связи делали в следующий раз новую программу. Отслеживаете судьбу участников проекта, как меняется их жизнь в лучшую сторону? Да, отслеживаем, смотрим на их выступления, следим за их социальными страничками. Есть ли среди участников те, кто вот три раза уже посетил проект и дальше планирует участвовать? Кто три раза посетил, таких нет, но есть кто приходит второй раз и говорит, что он придет еще в следующий раз. Есть какие-то творческие задумки на будущее? На будущее хочется расширить творческую лабораторию, добавить туда немного прозы, потому что есть запрос от именно писателей-прозаиков, что им тоже нужно какое-то творчество, они тоже хотят получить вот некоторый инструмент для развития себя. Когда в следующий раз будет старт уже, получается, четвертого проекта? Здесь я пока думаю либо сделать его по осени, либо оставить его на весну и приурочить опять ко дню поэзии. Планируете вообще ежегодно сделать проект? Хотелось бы делать его ежегодным. Как вообще телезрители могут узнать об этом проекте? Есть ли у вас какие-то социальные странички, может быть, группа? Да, конечно. У проекта с 2019 года, прям с самого начала, ведется группа ВКонтакте. Она так и называется «Яш-поэт». Соответственно, поучаствовать в проекте можно как спикером, так и человеком, который хочет прокачать свои навыки. Можно присоединиться в качестве спикера, в качестве участника, в качестве члена команды тоже принимаю. Никто не отвергает, то есть всегда нужна помощь, всегда найдется чем помочь в проекте. Спасибо, Алевтина, что пришли к нам сегодня в гости. В эфире была программа «Городские встречи». Я ее ведущая Кристина Бочкарева. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова